привет друзья связи сегодняшней ситуации с коронавирусом все мы знаем что сегодня тема коронавируса прям бушует по всему миру и многих интересует именно тематика масок как вообще эти маски вот эти вот кстати вот это не маска это называется респиратор так вот как вот этим респираторы маски до могут защитить от вируса насколько большие вообще сами по себе ячейки этой маски и насколько они эффективны против вирусов а также я вам расскажу о нескольких видов масок респираторов и так далее подробно то есть как они защищают и так далее ну и конечно же под конец видео я вам покажу парочку примеров как сделать очень быстро более-менее такую простейшую маску который может вас защитить но если у вас нету доступа или вы не можете купить какую-то маску определенно перед тем как мы собственно с вами посмотрим какие маски есть и какова их эффективность мы должны с вами вообще понять как выглядит до размер вот допустим размер коронавируса и размер ячейки и собственно маски давайте попробуем в этом с вами разобраться далее в целом люди разделились на два лагеря ипохондрики это те кто безоговорочно верит силу обычной маски считают что ее необходимо носить всем и на скептиков это те которые смеются над первыми заявляя что вирус гриппа настолько мал и маска для него принципе не препятствие для вируса а кто же из них прав как обычно бывает истина лежит где-то рядом а точнее посередине для начала давайте взглянем на печально известны сегодня вирусы к вид 19 он же коронавирус как вы видите он имеет размер в среднем около 100 нанометров если мы посмотрим на него микроскопом именно электронным в обычный микроскоп вы ничего не увидите то окажется что его размер всего 0,0001 миллиметра напомню что диаметр волоса человека 0,1 миллиметра то есть в тысячу раз больше вот как это примерно выглядит так вот если взять обычную тканевую медицинскую маску то средний диаметр отверстий в ней через которые вы дышите составляет около 0,02 миллиметра то есть вирус проходит в это отверстие примерно как горошина футбольные ворота впечатляет правда так получается что скептики правы на самом же деле нет обычная тканевая маска действительно не спасает вас от заражения но она поможет не распространять заражение от вас к здоровым людям иными словами маска нужна не для того чтобы не заболеть а для того чтобы не заразить других людей ее должны носить не здоровые люди а именно больные как известно вирус распространяется воздушно-капельным путем для этого он провоцирует больного человека чихать и кашлять так вот во время такого кашля больной человек как раз и распыляет в окружающем воздухе аэрозоль и слюны и мокроты как раз вот в этом аэрозоле и живет основная масса вируса в итоге получается что размер частицы аэрозоля таков что медицинская маска простейшая прекрасно его задерживает это значит что больной человек становится гораздо менее опасным источником заражения чем тот который чихает в ладони или просто в воздух но вы резонно можете спросить меня значит здоровый человек не может защититься от вируса при помощи обычной маски конечно же нет но есть еще такая штука называемая респиратор вот его как раз и можно и даже нужно использовать здоровому человеку он действительно будет помогать потому что респиратор создан как раз для этого для фильтрации выдыхаемого воздуха диаметр его ячеек гораздо меньше чем у тканевой повязки и уже сравним с вирусом более того за счет большой толщины множественных слоев респиратор создает для вируса огромную проблему ему приходится сильно постараться чтоб пройти все препятствия и попасть человеку в рот ну что мы с вами разобрались собственно каковы размеры этого вируса да и каковы размеры ячейки маски ну и теперь давайте собственно перейдем уже перечню посмотрим какие я для вас подготовил варианты масок и какова их эффективность и защита собственно от вируса до будут от простейших марлевых масок то самых защищенных супер супер мега защищенных давайте смотреть далее теперь собственно перейдем к видам масок добавлю дальнейшая информация базируется на независимых тестированиях также мнение всемирной организации здравоохранения и российских нормативных документов оценка защиты принята в условных процентах для большей наглядности является примерной касается только защиты дыхательного аппарата человека при выборе гарантированно качественно средства защиты и само собой его правильном применении первый вариант маски простейшая тканевая многоразовая маска уровень защиты до 15 процентов применяется в основном дома или на улице где практически нет людей защищает до двух часов это самый популярный аксессуар сезона так сказать весна лето 2020 ложно предполагается людьми как многоразовый однако обычная ткань требует плотной подгонки к месту вашего лица что возможно только при ручном собственном изготовлении кроме того многие изготовители забывают о фильтрующих слоях и необходимости обработки изготавливая их в одно-двух слоев цветной синтетической ткани собственно ее невозможно кипятить обрабатывать ультрафиолетом и даже замачивать хворки она потеряет мгновенно вид а также таких масках накапливается влага статическое электричество это все станет благоприятной почвой для бактерий и вирусов практически мгновенно без фильтра такая маска скорее вредна но может использоваться для самоуспокоения и защиты от случайных встреч на должном расстоянии следующий вариант марлевая многоразовая маска уровень защиты уже немножко повыше до 20 процентов применяется также в основном дома и на улице где немноголюдно эффективность также до двух часов такой вариант защиты часто используется в медицинских целях при отсутствии прямого контакта с пациентами сегодня их практически не используют вариант считается устаревшим однако марля в отличие от обычной ткани выдерживает многократное использование но при должной дезинфекции и легко обрабатывается любимыми способами радио и кварцевыми стерилизаторами кипятком и простыми дизрастворами однако плохо защищает здоровых от больных поры крупнее размеров вируса и многих бактерий гарантий никаких хотя это лучше чем ничего следующая маска медицинская трехслойная здесь уже уровень защиты до 35 процентов можно использовать дома на улице и даже для похода в магазин эффективность до двух часов это наиболее распространенный тип масок который до карантина был доступен практически в каждой аптеке применяется младшим медицинским персоналом и выдается обычно людям во время работ требующие повышенную частоту внутренний слой выполняется из фильтр бумаги либо другого синтетического фильтрующего крупные частицы материала эффективность против пыли бактерий неплохая однако эту маску нужно очень часто менять быстро набирает воду и становится рассадником микрофлоры следующая маска медицинская хирургическая здесь уровень защиты уже до 40 процентов применяется также дома на улице где немноголюдно и в магазинах время ношения до двух часов такая вот четырехслойная маска внешне практически не отличима от предыдущей как и маска ранее требует плотного прилегания к лицу не терпит бороды и служит органичное количество времени но время это значительно выше за счет дополнительного слоя адсорбирующего влагу поэтому если прочие в определенных условиях перестанут работать уже через 20 40 минут то вот такая хирургическая маска дотянет свои два часа с большей вероятностью переходим к респираторам класс защиты ffp1 уровень защиты таких респираторов до 60 процентов применяется при вероятном контакте обычно поликлиниках время ношения до 4 часов эти респираторы одноразовые они отличаются от масок более плотным материалом полным прилеганием по контуру прошитый край идет по всей маске они только со стороны носика и крепления считается более надежным способом защиты поскольку респиратор увлажняется чуть дольше и в его состав входит более плотные материалы обычно их используют для защиты от пыли как и маски эти респираторы пропускают вирусы поскольку те все еще меньше размеров ячеек фильтрующего материала защищает только от частиц летящих прямо в лицо следующие респираторы класса уже защиты ffp2 уровень защиты до 70 процентов применяется в основном при вероятном контакте поликлиники больницы уже эффективность их ношения до 6 8 часов такие респираторы одноразовые с клапаном основное назначение этого класса респираторов защита от аэрозолей влаги и мелкодиспорционных частиц такой респиратор может обеспечивать защиту от вируса но не гарантирует ее на все сто процентов для большинства неподготовленных людей в них довольно сложно дышать длительное время материал респиратора чаще не рассчитан на длительную эксплуатацию во влажных условиях многие модели таких респираторов fp2 скорректированы для борьбы с конкретным типом загрязнения и могут плохо подходить для борьбы с вирусом переходим к респираторам уже класса ffp3 здесь уровень защиты выше 80 процентов применяется при непосредственном контакте с больными время ношения до 8 часов респираторы fp3 одноразовые с клапаном с наиболее высоким классом защиты который официально защищает от вирусов и бактерий рассчитан на длительную работу в атмосфере с высоким загрязнением имеет смысл использовать с очками это максимальный класс защиты для респиратора который возможен в массовом сегменте они чуть лучше n95 рекомендованного ввоз для использования медицинского персонала из минусов скажу что для многих дышать в нем несмотря на обязательный клапан становится тяжело уже через полчаса час и только некоторые модели обеспечивают комфортное ношение на протяжении длительного периода времени кроме того если снять его то придется выбросить поэтому использовать строго при необходимости кстати друзья на мой взгляд именно вот такие вот респираторы fp3 класса защиты являются наиболее оптимальным что ли вариантов для нас обычных людей кстати я сам использую именно такие респираторы как я уговорил уже вам в начале вот такие респиратор тут кстати видно конкретно класс защиты fp3 то есть вот такая маска с клапаном собственно да если вам этого мало то я для вас приготовил еще несколько вариантов защитных масок но уже они более эффективный мягко так сказать давайте посмотрим на эти варианты респиратор с принудительной подачей уровень защиты выше 80 процентов применяются такие респираторы при контакте с больными время ношения до 8 часов точно такой же одноразовый респиратор в котором один или оба клапана дополнены вентиляторами это исключительно китайская затея который практически не встречается на нормативах документах медицины и промышленности тем не менее может эффективно использоваться при наличии документов подтверждающих класс защиты с этим нужно быть осторожны такие респираторы в ходу у жителей промышленных городов в китае для защиты от смога и могут быть не рассчитаны для чего-то более серьезного например борьбы с вирусом разборная полумаска здесь уровень защиты также выше 90 процентов их применяют персонал инфекционных больниц время ношения до 8 часов элементы респиратор чаще всего выполнены из пластика что повышает удобство ношения исключает аллергические реакции требует тщательной подгонки и правильного выбора фильтров так как они могут предполагаться не только различных классов от ffp1 до ffp3 но и для разных типов работы загрязнений атмосферы полно лицевая маска уровень защиты выше 90 процентов применяется в палате где много больных время ношения зависит от фильтров от 4 до 8 часов это один из самых надежных вариантов представляет собой пластиковую полушлем с резиновым или прорезиновую окантовкой элементы респиратора с клапанами для фильтров обычно выводят под горло или на щеки такая маска обеспечивает отличный обзор и удобно при длительном ношении в отличие от комбинации очки плюс респиратор такая маска не запотевает защищает все подвержены вирусом атаки слизистые однако степень фильтрации зависит от правильного выбора фильтров есть минусы детям требуются специальные модели еще более продвинутый вариант это полноценная маска с принудительной подачи воздуха такие маски достать достаточно сложно но зато уровень защиты здесь выше 90 процентов используется в основном в очагах заражение время ношения также до 8 9 часов это принципе полная копия предыдущей маски в которой пассивные фильтры элементы заменяет компактная и полногабаритная система подачи воздуха чаще подачи организуется в форме небольшой коробки фильтра с вентилятором однако геометрическая система изоляции позволяет подключение баллонов с сжатым воздухом как для аквалангистов в отличие от шлема и капюшона защищает только лицо полностью закрывая его пластиковым щитком поэтому может рекомендоваться в критические ситуации вроде посещения больничной палаты или химической атаки с которой обычно человек не столкнется ну как вам такой вариант нормальные дам масочки если их можно так даже назвать масками это целые приспособления защиты от коронавируса да принципе от любого вируса но вы наверное кто-то из вас найдется кому и этого мало тогда для вас я приготовил такой вот брутальный вариант сейчас вот одену вот такой вот вариант защитных как вам такой а давайте расскажу подробнее насколько такой вариант эффективен против коронавируса собственно противогаз закрытого типа уровень защиты выше 90 процентов применяется на поле боя время ношения зависит от типа фильтра от 2 до 8 часов большинство противогазов предназначены для защиты зрения дыхания кожи лица в условиях боя или промышленной аварии чаще предназначены для определения типов частиц аэрозолей определенных химических средств носить его трудно вне зависимости от типа будь то резиновая маска шлем или слоник так называемых неподготовленных больных людей может провоцировать проблемы сердца только некоторые модели фильтров предназначены для борьбы с вирусами и бактериями поэтому противогазы я не рекомендую использовать даже в больницах и на зараженных территориях скажу дополнительно про защитные очки без этого аксессуара использование в местах с плотным заражением когда вокруг много заведомо больных людей респираторов станет в принципе бесполезно дело в том что вирусы отлично проникает через любые слизистые поэтому желательно использовать именно защитные очки подойдут любые полностью геометрические модели например для плавания химические и другие защитные очки без сквозной вентиляции из минусов часто потеют и не всегда легко дезинфицируется в домашних условиях рекомендую вам искать многоразовые толстостенные модели системой антизапотевания ну и конечно же не забывайте о правилах эксплуатации если схватиться за зараженный респиратор голыми руками и потереть глаза не спасет даже противогаз ну и как вам обещал под конец собственно друзья покажу два варианта простейшие маски да один из вариантов это можно сделать просто есть такой вот футболки простой вот видите сейчас покажу вот я нашел какую-то старую футболку вот простейшая футболка видите такая вот она с рукавами вот видите такая что мы делаем собственно берем вот такие как будто одеваем на голову вот так типа делаем знаете как этот защиту смотрим где у нас рукава собственно вот эти рукава и сзади вот так заматываем все если у вас плотная достаточно такая материал то у вас получается вот такая вот маска да выглядит конечно все это как-то странновато но если какой-то плотный материал то это будет защищать принципе все если еще оденете какие-то очки на глаза то вот такой вот элемент защиты конечно эффективность такой маски будет вот она видите сзади завязываешь и все если конечно подобрать какую-то однотонную футболку там так далее волосы теперь дыбом ну ничего страшного в общем вот такой простейший вариант конечно вариант такой ну практически процентов думаю 10 эффективность 15 может быть 20 но если не знаете как себя безопасить у вас нету способов никаких то как вариант можно использовать принципе ну и вот такой вот вариант наиболее оптимальное надеюсь меня слышно видите вот у меня маска чтобы такую маску сделать простейшую нам понадобится вот что смотрите собственно какая-то носовой платочек в принципе достаточно носовой платочек вот так вот сворачиваем носовой платочек видите не знаю будет видно нормально сворачиваем носовой платочек вот таким образом берем две простые резинки вот такие вот резиночки видите вот простые продеваем с одной стороны резиночку с другой стороны вот они видите болтыхаются потом загинаем вот так вот раз раз вот видите загнули вот резинки вот резинки вот видите резинки собственно вот резинка и вот резинка и все теперь вот это все дело переворачиваем одеваем сюда резинку собственно одеваю сюда резинку вот и все по идее маска у нас готова пора получается многослойная такая вот толстая многослойная единственное что как я уже говорил в этом видео ранее ну эффективность ее мягко сказать не очень потому что вы там запотеваете вам становится жарко влага скапливается и собственно все эти вот микробы и так далее вся эта гадость она собственно будет там собираться очень сильно интенсивно поэтому придется и выбросить через час пользования поменять ну как вариант принципе неплохой по крайней мере получше чем 1 правда вот такие вот дела итак друзья что мы имеем в итоге если вы действительно не хотите заразиться то вам нужно использовать именно респираторы и желательно высокого класса защиты хотя бы ffp2 fp3 если вы болеете чихаете уже то есть заразились то в принципе вам подойдет и простая медицинская маска она защитит то есть не предотвратит выброс именно вот этих вот зараза зараженных вот этих вирусных частиц до наружу то есть меньше вероятность будет что вы кого-то заразить и принципе для такой ситуации подойдет и обычная маска не обязательно брать супер защищенную ну а в целом имейте ввиду что лучше всего свежий воздух если вы где-то идете на улице на природе где-то гуляете то не нужно одевать маску подышите лучше свежим воздухом помните что как бы не защищали эти маски все-таки они некомфортны некоторых дышать тяжело и так далее поэтому если вы идете где-то по просторной улице и нету людей вокруг мне нужно идти в маске снимайте ее подышите свежим воздухом будьте здоровы мои дорогие будьте здоровы но я собственно пошел на всякий случай одену масочку а то знаете ли мало ли что ну все всем здоровья с вами был без арочки ставьте лайки подписывайся на канал увидимся в следующем видео пока пока друзья пока пока